Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы откроем пару крутых ящиков, а также выпадем один очень крутой челлендж. Ну и перед началом, как обычно, немного рекламки. Хотел бы вам посоветовать мою группу ВКонтакте по Кэтс. Здесь вы сможете найти различные пасхалки, советы, баги, а также здесь будут регулярно выкладываться ставки. Если вам это интересно, то ссылочка на группу будет в описании, а мы переходим к ролику. Ну что ж, ребят, как вы видите, лига завершена, я занял пятое место и в награду получил легендарный ящик. Следовательно, сегодняшнее наше открытие ящиков мы начнем именно с этого красавца. Давайте соберем награду и откроем этого красавчика. Ух ты ж, как я давно не открывал эти легендарные сундуки. Последний раз мне падал два дня назад, это на самом деле очень давно. Ну ладно, посмотрим. Пока что мне выпадают неплохие такие вещи и все они эпические, что достаточно классно. Так, о, щит. Как мне классно повезло с легендарной деталью. Это, конечно же, ну, моей удачей может позавидовать, я не знаю кто. Ну, как обычно, зептулап меня просто радует. Смотрим дальше. И комплект мощности. Вот такие вот четыре вещички мне выпали. Негусто, если честно, выпала жала на титан, которая дает этому жалу плюс 100 к атаке. Блин, на самом деле это не очень классно. Также у меня подготовлено три супер ящика, которые полностью заполнены коронками. И за это мы получим неплохой бонус. Давайте их также откроем, а потом уже приступим к моему суперкрутому челленджу. Отлично. Жала, близнецы, диск, липкий диск, циркулярка, импульс, дрель. О, проныра выпала. Ну, неплохо, но слишком малой энергии. Пока что не очень выпадают такие вещи для моего этапа. Мне хотя бы хотелось бы четвертый уровень карбона. Вот, было бы достаточно круто. Смотрим дальше. Выпала пирамида, кстати, очень классная. Титан, дрель. О, дрель мне выпала аж на пять карбоновых звездочек, что очень-очень классно. Так, классика, жала, пила. Проныра снова мне выпал. Кстати, такой же получается эпический. Но также на нем мало энергии, всего лишь одна карбоновая звездочка. Смотрим дальше. Ковшик на две звездочки, дрель на две звездочки, диск. О, бигфут аж на четыре звездочки карбоновые. Отлично. Титан неплохой выпал, хотя энергии не особо много, но расположение достаточно прикольное. Жала, лазер на одну звездочку. О, и катер. Ну, тут вообще восемь энергии, это полный бред. Ну, на самом деле, не особо классные вещи выпали с ящиков. Но вот пирамида мне очень понравилась. Ну, пока не буду раскрывать все карты и не скажу, почему она мне понравилась. В общем-то, ребята, сегодняшний наш челлендж будет заключаться в том, что я должен собрать себе тачку с помощью сайта random.org. Этот челлендж мне пришел в виде личной просьбы. Мне он очень понравился. И я, конечно же, решился его выполнить. Ну, понимаете, мы должны заходить на сайт random.org. Он у меня здесь уже подготовлен. Я ввожу количество, ну, допустим, корпусов. Вот здесь я их, честно, пока что не знаю, сколько. Сейчас я все посчитаю, подготовлю и потом уже продолжу как бы запись. Но пока что давайте я вам объясню. Здесь я ввожу общее количество деталей в списке, например, корпусов. И, ну, генерирую случайное число. Мне, например, выпадет 14. Я иду, ищу 14-й корпус, его ставлю. И как бы потом перехожу к оружию. Если у меня два слота для, получается, для пушки, то я генерирую сразу два числа, чтобы сразу две пушки поставить. Аналогично с колесами и аналогично, получается, с аксессуарочками, утилитами. Вот. Так мы собираем тачку, и мы должны сделать как минимум одну победу. Если честно, я уже пробовал выполнять этот челлендж. Он, знаете, такой, ну, как бы понятно то, что он супер-купер рандомный, потому что мы его даже делаем через сайт random.org. И сложность его выполнения зависит, ну, сугубо от рандома. Если мне повезет, то я его легко выполню. Если мне не повезет, то я его нелегко выполню. Собственно, давайте я сейчас все детали посчитаю, и потом мы уже приступим к выполнению челленджа. Соберем тачку и все попробуем по-крутому выполнить. Ну что, ребята, в общем-то, я все подготовил. В общем итоге у нас получилось 53 корпуса, 62 пушки, 43 колеса и 18 утилит. Хочу сразу сказать то, что вот эти вот вещички, которые вы сейчас у меня видите, они не участвуют в этом челлендже, потому что они будут сниматься, и в общее количество они не пойдут. Так что они изначально не считаются. Я вот собрал такую, ну, простую тачку. Мне она нужна была для того, чтобы проверить ставку. Кстати, подписывайтесь на мою группу, ставки пока что очень-очень хорошо проходят. Вот, ссылочка на нее будет в описании. Ладно, давайте первый выберем корпус, конечно же. Куда уж нам без корпуса тачку-то собирать. Смотрим. 53 всего. Ну, давайте посмотрим, какое число нам выпадет. 36. Ох ты ж, придется нормально так считать. Ну, давайте попробуем. Ну, 36 это число, кратное 6, так что будет немножечко легче, потому что у меня в экран как раз-таки влезает ровно 6 корпусов. Так, 6, потом 12, 18, 24, 30, и тут 36-й корпус у нас получается. И вот этот вот валун. Ну, неплохой. Давайте смотреть дальше, что у нас тут по пушкам. Пушек у меня всего 62. Пополнилось количество, конечно, после открытия сундуков. Такого нормального, если честно. Так что, этот челлендж, ну, становится гораздо интереснее. Ну, вангую то, что мне здесь выпадет что-нибудь из циркулярок. Вот. Так, ох ты ж, близнецов-то как много. Блин, даже, наверное, не из циркулярок, а что-нибудь другое. Ладно, 6. 12. 18. А нет, все-таки циркулярка. И вот это вот 20-я циркулярка. Отлично. Теперь колеса. По колесам у нас сколько? 43. Давайте мы впишем это число. Если я где-то ошибусь, то это не особо важно. Самое главное то, что, ну, мы собрали тачку благодаря рандому. Ну, если я ошибусь на один, то это тоже благодаря рандому, можно сказать. Так, 29-е колесо. Мы, пожалуй, сразу два числа сгенерируем. Я, пожалуй, попробую запомнить. Так, 29 и 33. Ну, вообще, особо недалеко, так что давайте считать. Так, колесики. И листаем в самое начало. 29, 33. Ох, самое главное не забыть. 6, 12, 18, 24, 30. И одно колесо назад. Вот это. Получается 30. Вот это вот было. 31, 32 и 33. Ох, ты же как подфартила. Колесико какое. Прям для валуна. 33 же там, да, было последнее. Ага, все верно. Теперь смотрим утилиты. У меня их 18 штук всего. Генерируем по быстрому числу. И у нас это число 7. Честно говоря, даже не знаю, что это там такое. Но если будет нитро, то вообще отпадно просто. Это реверс, да? А нет, это нитро как раз таки. Шестой у нас идет нитро. Шестой слот все-таки нитро. А, блин, у нас же 7. Ох, я напутал. Хорошо, что проверил. Потому что мы берем вот это нитро, которое на 3770 послабее моего, которое я поставил изначально. Хотел смухлевать. Тут у меня серия 45 побед. Ну, да ладно, собьем ее, неважно. Самое главное сделать хотя бы одну победу. Именно, конечно же, в быстрых боях, потому что здесь более-менее равные противники мне попадаются. Серьезно? Ну, что-то как-то рандом все-таки сыграл сегодня со мной в классную игру. Мы очень быстро выполнили этот челлендж. Так что пошлите, ребята, на перевыполнение. Потому что так дело не пойдет. Ух ты ж, а этот парень меня сейчас не выкинет за карту? Уже надеюсь. Отлично, не выкидывает. Но убить мы его, к сожалению, я думаю, не сможем. Слишком у него такая нормальная все-таки пушечка, близнецы. Так что челлендж пока что не перевыполнен. А мне перевыполнить челлендж, не перевыполненный челлендж не нужен. Так что продолжаем, друзья. Как минимум две победы, и тогда я буду полностью доволен. Так, здесь у нас также не слабые близнецы, так что, пожалуй, сразу выйду. Кто-то, наверное, сейчас расстроится и скажет, ох, ты дурак, сбил серию. 45 побед. Ну, да, ребята, очень просто по моей тактике набивать эту серию побед. Так что я особо вообще не заморачиваюсь. Там парня около тысячи набирают, так что 45 это не особо и много. Ох ты ж, пирамидка. Интересно. Ну, этот парень меня убивает. У него вообще по всем сторонам просто урон. И близнецы, и циркулярка очень жесткие. А вот этот как раз-таки мне подходит, да, я думаю? Ага. Не да. Он сейчас как встанет? А, нет, не встал. Но он меня все равно прижал, и я умер. Блин, ну все-таки такой хороший противник был, которого мы как раз-таки могли победить. Но что-то не сложилось. Ох ты ж, снова пирамидка с близнецами. Неплохо так она меня подкинула. Без шансов, тут без шансов. Так что давайте сразу выходим. Вот этот парень интересный. ХП у него полно, ё-моё. Ну и атака тоже нормальная. Так что интересный парень, прощай. Здесь у нас что? Здесь у нас реверс. Ну, не знаю, давайте попробуем, что ли. Может что-нибудь... Нет, даже не залетели. Даже не залетели. Ну, знаете, на этом валуне нитров в достаточно хорошем положении. Как раз-таки такое же положение, как и на прогунах. Ну, достаточно неплохо. Может перелетать противников. Так. Ох ты ж, как хорошо мы на него заехали, а. Вот блин. Жалко то, что он сейчас назад поехал. От нас сейчас нас еще туда столкает. Если бы мы не перевернулись. Как бы было хорошо все-таки, а. Убили бы этого парня просто бы на изи. Так, с этим чё? С этим не знаю что. У него же тоже есть циркулярка. Да и убить мы его не успеем. Сейчас затолкает нас на изи. Да и всё. Прощай, Роман. Ты просто отлетаешь. На изи будет. Так. Вот этот парень интересный. У него хп поменьше, чем у нас. Но урона побольше. Но всё-таки я думаю, что мы его сможем победить. Если меня не затолкает. Ах. Вот всё-таки хитрый-то. Затолкал меня. Смотрим. Здесь у нас ракета. Ракетница плюс пила. Ну давайте попробуем. На проныре это всё дело. Так что можно попробовать. Пока что всё складывается достаточно неплохо. Если он меня, конечно, сейчас не затолкает. Как я думаю сейчас и будет. То. Если бы он меня не затолкал. Было бы классно. Но мне не подфартило. Так что от этого парня мы тоже отлетаем. Что-то я вначале слишком обрадовался. Когда сделал только одну победу. А сейчас у нас дело вообще не заладилось. Вот. Интересно. Но, как вы знаете, в этом челлендже. Тачку, я уточнил, мне прокачивать нельзя. Всё, что мы собрали, то у нас и будет. Как бы мне бы могли попасть и прокаченные детали. Так что шанс тут равны. Так что прокачивать мне как бы нельзя. Так, смотрим дальше. Здесь у нас Близнецы и Ракетница с огромным уроном. По сравнению со мной. Так что против этого катера у нас не было шансов. Тут Лазер и Близнецы. Но тут всё зависит от урона Лазера, если честно. А, хотя... Ой, не от урона Лазера, а от урона Близнецов. Но они были более-менее нормальные. Так что победить тоже не получилось. Это тот парень интересный был бы. Если... А, ну всё, он интересный, да. Он интересный, потому что мы сейчас его побеждаем. И мне нужно сделать серию из двух побед. То есть одна у нас победка уже в серии есть. И это очень хорошо. Так что можно с чистой душой продолжить. И попробовать набить вторую победу. Но это будет, друзья, не так уж и легко. Здесь у нас Ракетница, но есть дурацкий импульс. Который сыграл мне не на руку. Потому что подкинул меня. И эти Ракетницы попадали в мою циркулярку. Ну, либо же в корпус. Тут хитбоксы, ну, странные немного. Так что точно не могу утверждать. Чё да как. Так, этому парню мы нанесли один удар. Первее, чем он. Так что у нас сейчас есть небольшой шанс на то, чтобы его победить. Но, блин. Вот вы просто видите, как меня все переворачивают. Что же за колёса такие неустойчивые-то на этом корпусе? Попались мне. Вроде бы два скутера, но эти деревянные скутеры, они почему-то больше, чем остальные скутеры. Я не понимаю, почему. Это очень странно. Так, этого. Это просто имба-тактика против валунов. Ну, против прыгунов. Стоячий просто титан. Но что-то у него с уроном не сложилось и с корпусом. Так что неплохо так он от нас отлетел. И у нас одна победочка. Победочка в копилу, да? Ой, что ж за слово-то в копилу? В копилку. И, по-моему, к нам близится вторая победа. И отлично. Серия из двух побед. Перевыполнили челлендж. Тут ещё нам сундук дали деревянный. Вообще отлично просто. Блин, не знаю, ребят, понравился вам этот челлендж или нет, но сегодняшняя серия я решил взять именно один челлендж. Блин, объясняю почему. Я вначале открыл легендарный сундук, потом я ещё три супер ящика открыл. Я бы мог ещё этот открыть, но тут надо ускорять. А сейчас у меня времени не особо много, мне нужно побыстреньку сейчас записать и уходить. Но я всё-таки решил сделать именно один челлендж, потому что я думал то, что он получится немножечко подлиннее. Потому что в прошлый раз, когда я его пытался выполнить, я потратил 20 минут. Просто мне тогда, походу, уж очень сильно не повезло с корпусом. Но сейчас, как вы поняли, было достаточно просто. Несколько ребятам мы, конечно, проигрывали, но мы смогли его уж перевыполнить. Так что это очень-очень хорошо. Можно попробовать также в чемпионате, если и тут хоть кого-нибудь выиграем. То это просто вообще чудо-тачка, можно даже сказать. Которую я собрал с помощью random.org. Ну это вообще просто смешно на самом деле. Собрать тачку с помощью сайта рандома. Вот такие вот дела. Собрали тачку, ещё и сделали две победы. Парни тут просто мега-тактики создают по тому, как собрать себе супер-крутую машину, которая будет всех побеждать. А я, блин, с помощью сайта random.org сделал. И вообще всё замечательно. Пару парней даже смог убить. Ну, этого я, скорее всего, не убью. Он сейчас меня будет назад толкать. Этого тоже не смогу. У этого близнецы, к сожалению. А вот этот вот был бы побеждён, но что-то не сложилось. Так, этого тоже не можем. Здесь тоже просто ваншот вообще. А вот этот вот. О, отлично. Ну этот парень вы видели, да? Там уж вообще смешно его было не победить. Ладно, одного мы в чемпионате выиграли. Так что эта тачка и для чемпионата мне сгодилась. Но там парень был слишком простой для победы. Так, что я ещё хотел сказать? Что-то у меня совсем из головы вылетело. Я что-то ещё хотел сказать в этой серии, но совсем что-то забыл. А, вспомнил. Ребята, вы мне под прошлым роликом с челленджами писали просто огромное количество комментариев. Я вам за это говорю огромное спасибо. Там были два комментария, которые набрали очень много лайков. Я их обязательно выполню, но немножечко попозже. Сейчас у меня нет возможности их выполнить, потому что, ну, я сейчас нахожусь не на том этапе, чтобы выполнять такие челленджи. Мне нужно перейти в престиж, и там я обязательно все эти челленджи выполню. Спасибо вам огромное тем, кто написал эти два коммента очень классных. А ещё спасибо тем ребятам, которые просто писали и просто ваши комментарии не собрали лайки. Всем то есть спасибо. Вот. Под этим роликом вы также можете писать комментарии, и, может быть, именно ваш комментарий попадёт в топ, и я обязательно выполню ваш челлендж. Всем огромное, ребята, спасибо. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там вы найдете ставочки и тому подобное, вначале я говорил. Ну, пишите комментарии, еще раз повторюсь, ставьте лайки. Всем спасибо, удачи и пока-пока.